Здесь два листка, значит незаконно с одной стороны. Допустим, у нас производные безогазки, на самом деле, что стилает. В операционной пациент с опухолью сигмовидной кишки. Чтобы удалить пораженный участок, хирурги выполняют лапароскопическую резекцию. Через небольшие проколы вводят инструменты с видеокамерой. Так действия можно контролировать через монитор при многократном увеличении. Методика давно отработана нашими врачами. Но совместно с московскими коллегами из научного центра онкологии имени Блохина на каждую технологию можно взглянуть по-другому. Для обеих сторон это возможность обменяться опытом. Также мы в оперблоке заметили, что хорошие оснащенные операционные, все необходимые современные устройства, а я имею в виду в первую очередь лапароскопические стойки, современные шивающие аппараты, они в достаточном количестве в вашем учреждении. И специалисты, которые используют их, достаточно квалифицированные. Сегодня мы будем делать показательные операции, будем обмениваться опытом, и мы вместе сможем использовать эти инструменты. Это оборудование, это очень хорошо. В течение нескольких дней московские и алтайские врачи проведут совместные практикумы и мастер-классы, отработают навыки диагностики и лечения. Пристального внимания требуют пациенты с опухолями прямой и сигмовидной кишки. Эксперты с тревогой отметили, заболеваемость этими онкопатологиями стремительно растет во всем мире. И все эти моменты, конечно, мы обсуждаем и принимаем совместные решения. По данной ситуации у нас сегодня планируется достаточно непростая оценка, поэтому приняли совместное решение, что мы пойдем на выполнение мини-лабортомии, оценим распространенность заболевания, и там уже определимся, или мы пойдем на большую операцию на выполнение гастротомии, то есть удаление желудка. Для многих московских гостей это уже не первая поездка в наш регион. Результатом предыдущих встреч стала доработка алгоритмов назначения и проведения МРТ для пациентов. Также Барнаул посетили онкологи отделения опухолей головы и шеи, специалисты ультразвуковой и рентгенохирургической диагностики. Они тоже поделились технологиями своей отрасли, но и отметили высокий уровень онкологической службы нашего региона. Мы хотим с ними пообщаться, они хотят поделиться какими-то своими приемами оперативными. Это все отразится, естественно, на здоровье жителей нашего Алтайского края. Я думаю, что и завтрашний день тоже будет посвящен мастер-классу. Мастер-классы руководства алтайского онкодиспансера планируют расширить до онлайн-формата, чтобы транслировать практикумы коллегам из Бийска и Рубцовска. Так врачи из соседних городов смогут задать волнующие вопросы московским профи.